Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Благодарю, вы так дружно собрались, несмотря на отпускное время. Видимо, запахло вкусненьким, и это очень приятно. Вот наша программа «10 шагов достойной жизни». Я в прошлый раз вам представлял все позиции, но ведущая и главная позиция – это забота о стране, прежде всего, забота о людях. Проблемы продовольственной безопасности сегодня волнуют многие страны, но планете не хватает каждому третьему-четвертому куска свежего хлеба и стакана чистой воды. Одновременно на ведущих телеканалах ежедневно показывают сюжеты, когда производят фальсифицированную продукцию, в ней заполнены все рынки, и вообще это превращается в большую беду. За прошлый год только паленой водкой отравили 40 тысяч человек, в три раза больше погибло за 10 лет войны. Сегодня уже появилась колбаса без мяса, шоколад без шоколада, продукты без молока, и далее появился мед без нектара. Мед в ста странах мира проводили эксперименты, где занял первое место по своим питательным качествам. Многие страны с удовольствием во всех детских садах и школах подготовили программу, которая обеспечивает этим уникальным продуктом всех и всех. Мы готовили проект закона в прошлом году и надеялись, что он будет, проект закона о пчеловодстве будет принят. Но, к сожалению, и этот закон забаллотировали и не приняли. Я хочу вам напомнить главный девиз моей книги. Я хочу, чтобы вы внимательно вас услышали. Я считаю, что самое гениальное творение Всевышнего – это женщина, цветы и пчела. Женщина подарила человечеству в этом мире жизнь. Цветы дают семена, которые прорастают новые плоды и растения. А великий эколог пчела сохраняет баланс сил в природе и кормит всю планету. Хочу вам напомнить, что если вы поднимете первые законы русской правды Ярослава Мудрого, вы просто ахнете. Там целый раздел посвящен сохранению пчеловодства и пчел. Без этого, считали, не будет продовольствия на Руси. Если посмотрите далее, специальный указ Екатерины Белгизден направлен на то, что те, кто занимается пчеловодством, освобождаются от всех налогов и всевозможных фототип. Максимально стимулировали эту работу. Читаю дальше. Ленин, 19-й год, идет гражданская война. Издает специальное распоряжение о поддержке пчеловодов и пчеловодства даже в условиях военных действий. Смотрим далее. Советская страна все делает. Для того, чтобы эта отрасль успешно развивалась, журнал пчеловодства начинает выходить в 2021 году. Конец в 2030 году у нас в советской стране 10 миллионов пчел и семей. 100 тысяч колхозных хозяйств имеют все пасеки. Занимаем первое место в мире. Затем максимально обеспечивали и фронт, и тыр, и госпиталя, и детские учреждения, спасая детей и вылечивая самых больных. Открывайте все рецепты от древней медицины. В каждом втором медицинском продукте есть обязательно пчелопродукты. Мы обеспокоены были тем, что началась массовая гибель пчел. За эти 20 лет примерно 2 трети пчел и семей погибло. И продолжается их уничтожение. Поэтому подготовив закон, надеялись, что он будет принят, надеялись поддержать аграрный сектор экономики. Ну а мы должны еще знать, что если пчелы погибли, вы сразу берете с своего стола 80% всех продуктов. Без пчел ни одно растение, ни в состоянии полного плодоносия. Поэтому речь идет не просто о любимом занятии, если речь идет о продовольственной программе и национальной безопасности. Мы многое за этот год сделали. Я бы хотел, чтобы наши коллеги выступили и представили проделанную работу. Прежде всего, хотел бы попросить высказать Олю Кузьминишу-Чупакину, президент Союза пчеловодов, которая охватывает работу всех пчеловодов нашей страны. Особую благодарность хочется выдать Евгенею Андреевичу за ту поддержку, за то внимание и понимание, которое оказывает не только Союзу, но и простым пчеловодам. Вы знаете, вот с его легкой руки, с его подачи, как-то пчеловоды поверили в то, что пчеловодство можно возродить. Потому что, ну, печальная картина. Впереда у нас сократилось где-то количество пчелосемей. И поверить в то, что мед будет востребованным, люди как-то восполняют эти пасеки и начинают заниматься медом. Вы знаете, Геннадий Андреевич, вот, был книгом, что написал, что вот заниматься в пчеловодном кружках, вместе преподавал там его отец. И с его предложением, мы говорим, Геннадий Андреевич, а почему бы нам не организовать какие-то школы пчеловодов, где бы юные пчеловоды обучались этому делу? Ведь это культура потребления, вода возрастет. И не повернут пчеловодство. Потому что на сегодняшний день пчеловодством занимаются люди, ну, вы знаете, старше 60-ти, нет молодежи. И если есть, то ее очень мало. И существуют международные встречи юных пчеловодов, но Россия никогда не была представлена. И Геннадий Андреевич говорит, а почему мы не представлены там? Надо попробовать. Мы добились, нас взяли. И вот вчера вечер, когда прилетела исправить. Вот было очень приятно, очень приятно. Это первые истории, российские ребята были на корпусе юного пчеловода. Конечно, нам не удалось дарить призовой метод, потому что люди же там долго занимают. Но все-таки 12 из 20 для первого раза это неплохо. По крайней мере, мы знаем, как теперь участвовать, знаем, какие там вопросы задают. А вот по презентации, когда каждая сторона представляла себя, мы были первыми. И вы знаете, просто как-то действительно гордость переполняли душу, когда вот эти маленькие дети вышли и танцуют «Калинка». Люди аплодировали стоя. Я думаю, что в связи с тем, что к нам повернулось лицо государственное дума в лице Геннадия Андреевича, в связи с тем, что подготовлен закон о пчеловодстве, и я думаю, что он будет утвержден. Пчеловоды стали верить в то, что пчеловодство... Геннадия Андреевич, спасибо вам огромное за ту поддержку, за то понимание проблем не только в пчеловодстве, но и в каждом пчеловодном обществе. Спасибо. Спасибо. Олег Александрович готовил закон вместе с нами. Мы проводили вот Александр Петрович и Олег Александрович. Большие слушания, думаю, кстати, у них такой же интересный зали. В зале нехто было ни сись, ни стать. Мы не ожидали такого интереса. И после этого наши ярмарки на местах стали гораздо содержательнее и полнее. Пожалуйста. Уважаемые участники, я представляю, что Миндеку государственного дума по природным ресурсам, который очень активно занимался этой темой в этом созыве, потому что экология – это, прежде всего, в том числе и экологически чистые продукты. И мы хотим, чтобы действительно на прилавках был настоящий мед, а не тот суррогат, который зачастую мы встречаем. И мы провели очень серьезное слушание, где серьезно обсудили проблемы пчеловодства. К нам приехали пчеловоды со всех уголков нашей страны. Но я коротко назову, какие основные проблемы были поставлены пчеловодами. Эти проблемы касаются законодательного регулирования. Вот, например, в лесной подростке необходимо в части, ну, они стали вопросы по внесению, извинения в лесной подростке, например, в части исключения ограничений по использованию лесов для ведения пчеловодства. В налоговой кодекс – в части установления дополнительных налоговых пригод для пчеловодов. А в земельной, например, в части установления особенностей для установления и использования земельных участков для пчеловодов. Также в закон о развитии сельского хозяйства в части установления дополнительных методов с удастной поддержкой пчеловодов. В закон о животном мире в части установления особенностей получения продуктов в жизнедеятельности этих пчел, охранной популяции этих пчел, среды их обитания. Но очень важно, что, да, также федеральный закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами в части установления особенностей применения птицидов в агрохимикатах при ведении пчеловодства. Дело в том, что раньше пчеловодов предупреждали, ну, 20-30 лет назад, когда будут применяться агрохимикаты. Сегодня, к сожалению, сплошь и рядом это не принимать, но не выполняют эти требования. И от этого, во многих, зависит гибель большого числа пчел. Вот, исходя из этих и других важных пожеланий пчеловодов, мы с ним разработали закон, законопроект, который вынесли. И он направлен, прежде всего, на определение основных принципов государственного регулирования пчеловодства, на уточнение полномочий органов государственной власти в данной сфере, потому что за эти годы они не были даже определены, ну, и в том числе на авторитетные меры государственной поддержки пчеловодства. Потому что сегодня, ну, вот в период с 91-го года в Российской Федерации количество пчеловодов семей сократилось почти в два раза. С 7 миллионов до 3 миллионов. Вот. А пчелы сегодня это очень важный экологический элемент в нашем мире. И вместе с тем необходимо поддержать отечество пчеловодов, потому что эти позиции на внутреннем и внешнем рынке становятся все более слабыми. На внутреннем рынке крупные торговые сети отдают предпочтение дешевому пассификату, изготовленному из отходов с сахроваренной промышленностью, с добавлением различных химических красителей, ген-геномортизаторов. На внешнем рынке, к сожалению, у нас, ну, мы вынуждены конкурировать и с Китаем, Агентиной, Турцией, США, где эффективное человодство определяется серьезной поддержкой государства. И, к сожалению, в 2014 году Россия поставила на экспорт менее одной тонны меда. Поэтому данными факторами определяется снижение экономической привлекательности пчеловодства и истощение данного потенциала отрасли. Поэтому принятие проекта федерального закона пчеловодства, оно позволит обеспечить не только увеличение экономики в производстве продукции пчеловодства, но также повышение производительности сельского хозяйства, укрепление продовольственной безопасности России, повышение конкурентоспособности нашей экономики. Мы сегодня ведем диалог, согласительные процедуры с Министерством сельского хозяйства, с рядом других министерств и ведомств, которые интересованы для того, чтобы в следующем составе найти те приемлемый вариант, который бы был поддержан этими ведомствами, и самое главное, который бы удовлетворил бы наших пчеловодов. Поэтому этой работой мы планируем заниматься дальше. Спасибо. Мы с Александром Петровичем давно занимаемся и пчеловодством тоже. У нас родители всю жизнь это занимают, и родственники тоже уникальные. Хозяйство, которым надо заниматься ежедневно и очень внимательно. Александр Петрович недавно представлял нашу работу в Нижегородской области, где он идет на выбор. Пожалуйста, Александр Петрович. Уважаемый товарищ, значит, Геннадий Андреевич упомянул. В четверг у меня была пресс-конференция в Нижнем Новгороде, в Консомольской правде. И там я представил вот эту нашу книгу, нашу на пачке Жюганова. И она вызвала очень большую интересность. Две пачки книжек, те, кто участвовал в этой пресс-конференции, разобрали мгновенно. Параметр раздавать. Параметр раздавать, да. Но я не хотел бы вас слово сказать. Вы знаете, что с Геннадием Андреевичем у нас пасека находится в Варновской области, в Спасском-Лотовиново. Там у нас 50 соток земли, на которой расположена вот эта пасека. И дом, где в подвале зимой хранятся пчелы, а здесь комната, где хранятся улья, ораньки и медолонок стоит. И мы 5 августа, когда приезжаем туда и участвуем, так сказать, в этом самом, в добывании меда. И Надя Андреевич лично принимает участие в этом. Ему очень приятно. И когда мы на пасеку выходим, вы знаете, человек просто душой открывается. Для него, видимо, воспоминания о том детстве, когда не пришлось вместе с отцом участвовать в этом пчеловодстве. Хорошие воспоминания. Ну и все бы было хорошо. Единственное, что средства массовой информации иногда в негативном плане не преподносили бы вот это вот наше хорошее начинание, будем так говорить. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Юрьевич, подытожить у нас в июле и в августе будет целая серия группы, мероприятий, связанная с реализацией нашей программы, вести пунктов, в том числе и пунктов о продовольственной безопасности. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Уважаемые товарищи, как вы знаете, 25 июня состоялся 16-й съезд Коммунистический факт Российской Федерации. Мы приняли на нем принципиальное решение об участии в выборах в Государственном Думе, выдвинули списки своих кандидатов для участия в выборах и утвердили программу «10 шагов достойной жизни». Должен сказать, что в ходе избирательной кампании, которая нам предстоит, КПРФ продолжит знакомить граждан России со своей позицией. Позиция эта сформулирована не вчера, но с своими программными подходами мы работаем постоянно, шрифуем их, доносим их до своих соотечественников. И только за последние полгода прошла целая серия принципиально важных событий, мероприятий, организованных Компартией России. И каждый раз мы информировали наших соотечественников о этих событиях, о наших подходах. Вот специальные издания, выпущенные в связи с этим материалом, обловского экономического форума, проведенного в феврале, пленом от Центрального комитета развития народных предприятий, которым мы большое внимание уделяем. Материалы Всероссийского съезда депутатов, коммунистов и сторонников, это был второй съезд такого рода, который мы провели в мае текущего года. Естественно, наша партийная печать всегда отвлекалась на такие события. Вот газета правила, Центральный орган, докладом, печатан для нашей партии, докладом Геонида Ильича на последнем съезде. Наши газеты, издаваемые на местах, также уделяли этому большое внимание. Вот газеты Сибирские, газеты Дальневосточные, у них есть соответствующие материалы. Здесь в ТАСС мы представляли ряд наших программ, программы по здравоохранению, программы по молодежной политике, целый ряд других материалов. Мы нашу позицию облекаем не только в печатной, в изложении нашей позиции в печатной форме, работает наш телеканал «Красная линия». Вот на этот диск вместилось пять фильмов о народных предприятиях, хотя на данный момент таких фильмов снято еще больше, и канал популяризирует партию, посвященную расподдержке этой формы хозяйствования. Наша программа аккумулировала все то, что призвано обеспечить безопасность нашей страны, ее поступательное развитие и то, что позволит гарантировать, обеспечить заболтого человека. Особый при этом вопрос, особая точка, где сходятся и интересы России в целом, и интересы каждой семьи, это, конечно, как раз-таки вопрос продовольственной безопасности. Ситуация, на наш взгляд, тревожная. Свыше 40 миллионов гектаров пашни выведены из сева оборота. В глубоком кризисе находится целый ряд оградных отраслей, включая животноводство, например. Мы считаем, что нужно срочно положение дела справлять. Те санкции, которые объявлены против России, являются для этого дополнительным стимулом. Первое и главное наше предложение состоит в том, что из бюджета на развитие сельского хозяйства, на поддержку агропромышленного комплекса должно идти не 1,5% от расходной части бюджета, а 10-12% и мировой опыт тому порукой. В Советском Союзе до 20% шел на эти цели, в сегодняшней Беларуси свыше 18%, в Соединенных Штатах Америки, которые вроде бы за рынок ратуют, но 24% направляют расходной части своего бюджета на то, чтобы своих крестьян поддержать, а Евросоюз этого больше 30-33%. Мы считаем, что нужно идти этим же путем, государство обязано поддерживать. Кроме того, должна быть поддержка оказывана и фермерам, которым обещали, что они накормят страну, а затем бросили. И нужно идти тем путем, которым идет весь мир. Наиболее эффективные формы хозяйства, это крупные сельхозпредприятия, это коллективные хозяйства, это операция. Доказано, что они устойчивы в том же условиях кризиса. Все, что касается развития села, это четвертый пункт нашей программы, «Десяти шагов достойной жизни». Кроме всего прочего, мы говорим о необходимости принять новые земельные, лесной и водные кодексы и предлагаем целый ряд мер по улучшению экологической ситуации. В ближайшую неделю у нас будет много поводов для того, чтобы рассказать о своих подходах. Впереди форум сельхозпроизводителей, который мы проведем в Морел, на базе уникального хозяйства, возглавляемого Ларманом Шепказанковым. Это одно из тех самых дорогих предприятий, которые мы считаем необходимым, работу которых мы считаем необходимым популяризировать. Там мы будем обсуждать весь круг проблем, которые стоят перед нашим сегодня сельским хозяйством. Впереди от молодежных мероприятий уже начался всероссийский молодежно-образовательный форум на Клязьме, он называется «Территория смыслов», и Геннадий Андреевич планирует принять в нем участие на исходе текущей недели. Нашим молодежным мероприятием, которое проведет наша комсоморская организация, будет «Антикапитализм-2016». Это акция с историей, и эта история будет продолжена в будущем году. В начале следующего месяца родина лидера КПРФ Орловской области отметит 140-летие с дня основания города Орла, готовятся юбилейные мероприятия, и так-таки лидер компартии традиционно проведет это время в своем родном городе. Тем более, что для этого в этом году появился дополнительный повод, Орловский государственный университет обратился к нему с тем, чтобы это обращение состоялось в мае, с тем, чтобы в этот год, в год 450-летие Орла, он согласился стать почетным членом ученого совета университета и почетным доктором этого университета. Это вполне логично, когда я отвечу не только доктор философских наук, но с книгом ученого университета, и там начинал свою преподавательскую деятельность, научную деятельность. Книга, которую мы представляем сегодня, это не предвыборный материал, но каждый, кто с ней познакомится, конечно, еще раз убедится в том, что лидеру свойственен комплексный подход, комплексный взгляд на проблему, государственный подход, и проблему пчеловодства в этой книге рассмотрим не только с позиции человека очень увлеченного этим делом, но и с позиции тех проблем, которые стоят сегодня перед нашим сельским хозяйством, с тех проблем, которые стоят сегодня в области охраны лесов, и через весь комплекс экологических проблем рассмотрим этот вопрос. В целом, я отвечу, как вы, наверное, знаете, свойственно три увлечения. Это спорт, это юмор и это пчеловодство. Мне кажется, что это как бы позволяет охарактеризовать человека тоже очень по-крупному, по-серьезному, потому что увлеченность спортом – это способность к собранности, к энергичной работе на результат. А что касается увлеченности юмором, то затем скрывается умение не терять присутствие духа даже в самых сложных, самых непростых ситуациях. Уже вышло несколько вот таких сборников анекдотов о всем которых является, Геннадий Андреевич. Ну а что касается пчеловодства, то это, оно, конечно, выделяет такую характеристику, как созидательный характер человека. Мы вообще партия созидателей, партия, которая умеет бороться и умеет созидать, и это позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Что касается программы, которую мы выдвигаем на этих выборах, у него есть несколько ключевых преимуществ, и я хотел завершать свое выступление и их еще раз напомнить. Во-первых, эта программа тщательно выверена. Во-вторых, эта программа полностью соответствует интересам широких народных масс и гарантирует уроз социальной справедливости в обществе. Эта программа, безусловно, способна вывести Россию из экономического кризиса, в котором она оказалась, обеспечить ее финансовую независимость и в целом независимость. Она, к тому же, абсолютно реалистична. Мы показываем источники финансирования на решение всех проблем, тех, которые есть в сельском хозяйстве, тех, которые есть в образовании. И, наконец, мы считаем, что она может быстро воплощена быть в жизнь, потому что для этого все готово. Необходимы проекты законов разработаны, в том числе и тот законопроект, о котором мы говорим сегодня. Я благодарю своих коллег, но хотел бы подчеркнуть еще одну деталь. Я хочу, чтобы вы к этому прислушались. Когда я вот много лет слушаю, что происходит в Думе, то я поражаюсь, как много времени тратится на пустые разговоры. Причем довольно часто выступают те, кто в своей жизни ничего не сделает. И не сделает в силу того, что у них нет личной практики. Главный девиз нашей выборной фронтами – «Мы право не сможем». Я хотел, чтобы вы обратили внимание, что мы подтверждаем это реальной практикой. У нас во фракции работает много лет Нобелевского лоряга Рессалферов. Он первый в стране создал уникальное учебное заведение, где соединил великолепную физико-математическую школу-общеобразовательную, с университетской классной программой мирового уровня, соединил самые новейшие достижения науки и организовал опытно-конструкторское производство, которое дает изобретение мирового класса. Он смог, он половину своей Египетской премии положил, чтобы готовы прийти. Я говорю, мы сможем, потому что Мельников, первый зампред Думы, и мой первый зампред, единственный от нашей Думы представлял за 20 лет Совете Европы наши интересы. Он входил и возглавлял комитет по новым высоким технологиям. Мы любили открыты двери всех лучших лабораторий Европы. Мы сможем, потому что вместе с Академием Копчугом основывали партию и готовили программные документы, в которые заложили проблемы устойчивого развития. И сегодня эта тема является ключевой. Копчуг был главным советником, ген-секретаря ООН по этим проблемам. На него написали жалобу, что Арсенков-ТРФ. Мы получили от ООН ответ, что это его личное дело, но он лучший специалист в мире по этим проблемам. Мы сможем, потому что каждый академик у нас повалял ведущие институты в области сельхозпроектов. Лисея сейчас знает и сейчас подготовил целый пакет законов, но под этот закон не хотят ничего финансировать и делать. Мы сможем, потому что Харитонов, человек, который на земле всю жизнь отработал, шесть раз собирался по одномандатному кругу, и сейчас борется за свой мандат на Кубани, и он великолепно знает, что такое аграрное производство, что максимально способны созданию народных предприятий. Или адмирал Сумаедов, который идет по Севастополю-Крыму, он возглавлял три флота, по сути дела. Был замом на Северном, Балтийском и командово-Черноморске было. Я еще раз хочу подтвердить, речь не идет о пропаганде отдельного направления, речь идет о том, что мне, например, в молодости пришлось впервые в СССР разработать комплексный план развития крупного города, и вся страна приезжала учиться созданию этого плана, по которому город мой родной развивался 30 лет, и вот 5 августа мы отметим 450 лет родного Марула. Я тогда возглавлял эту комиссию Орловской непрерывки, получил первый орден и сдал первую работу о развитии крупных городов. Я изучал параллельно еще, как строился Большой Карир, Большой Лондон, Чиндигар, столица двух штатов Индии, или Бразилия, столицу Бразилии, который на пустом поле основал Немейер, один из крупнейших организаторов градостроительства в мире. Мы сможем, потому что мы взяли с нуля за 12 лет, создали футбольный клуб по мини-футболу, и выиграли чемпионат России молодежных команд Кубок Москвы. Хотя у нас, потому что проводили соревнования 100 команд, и с нами соперничают лучшие клубы, и они видят, что мы играем на равных, не платя сумасшедшие деньги, но наши двери открыты для всех детей. И мы сможем, потому что создали 200 народных предприятий, наши народные предприятия. Звениновская стала лучшим в стране, а недавно выиграла европейский конкурс. Вот в Франкфурте мы представляли на международной вестовке 33 изделия, 25 получили золота и 6 серебра. Мы, главное, Кубок завоевали, потому что они делают по советским стандартам мясопродукты, за которых не стыдно никому, все понимают. И мы сможем, потому что поддерживаем аграрный сектор, и прежде всего лесное хозяйство, поливодство и пчеловодство. Если пчела исчезнет, человечеству грозит гибель. Сейчас вся планета бьет жуткую тревогу. В Южном полушарии уже половину исчезнет. Вы читаете американские сводки, последние материалы Конгресса, посмотрите фильм, да и почитайте Библию Коранда. В Коране есть сура, которая называется пчела. Ведь человечество давно этим обеспокоит, и не случайно мы наставим на принятие закона, который готов. Так что я хочу, чтобы вы это воспринимали не просто как представление отдельной работы, а представление главных направлений нашей программы, где мы прямо заявляем, у нас есть опыт в различных областях, этот опыт успешен, и мы сумеем его реализовать на праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова